Добрый вечер, начал Космонтелевидение. Диалог о православе и мы в прямом эфире. Вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Беляковскому монастыря Игумену Евмению. Отец имени Добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю по традиции передачу начать со слов Спасителя, с чтения Евангелия. Сегодня будем читать о воскресной Евангелии, будем читать на русском языке. Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Послушаем Евангелие. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего этого между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Наверное, такое обширное толкование этой причины. «Ну да, эта притча нам, конечно же, дает очень много информации о жизни человеческой не только в этом мире, но и в мире после смерти. И, конечно же, здесь очень много интересных моментов, каждый из которых свидетельствует словами Господа, записанными в Евангелии, что происходит с человеком здесь и что происходит с человеком там, и какие между этим взаимосвязи». Давайте буквально будем с вами толковать. Для кого, кому Господь рассказывает данную притчу? Эта притча обращена к фарисеям и саддукеям, которые его постоянно окружали и постоянно досаждали ему различными своими заковыристыми вопросами, чтобы его подловить на слове и как-то обличить, уязвить, оклеветать. Ну, то есть они постоянно с ним боролись. И вот для таких людей, которые боролись с ним, с Господом, и ставили во главу угла своей жизни, земной жизни, богатство, власть, привилегии, красивые одежды, хорошую пищу и прочие моменты, вот для таких он эту притчу и рассказывал. Это вымышленные персонажи? Господь во всех притчах всегда использует людей, живущих или живших в этом мире. Все его притчи основаны на реальных событиях, и здесь даже есть, ну, для некоторых притч есть даже места, где происходили эти события. Ну, например, вот есть притча о том, как избили разбойники путника, шедшего в Иерусалим, и там прошли мимо него и священник, и левит, и только там самарянин остановился над ним, и милосердился, да, и его стал лечить, и поднял, отвез в гостиницу. Так вот, это место известно, где происходили события. Также и здесь это были люди, жившие в то время в Иерусалиме, и, может быть, даже некоторые из фарисеев знали их лично, поэтому эта притча для нас, она такая как притча, как иносказание, а для них это реальные люди с реальными событиями. Такой интересный момент, можно отметить, да, богач, он без имени, а нищий, тут указано его имя, Лазарь. Почему так? Ну да, это прямо бросается в глаза, то есть мы-то по-другому несколько относимся, да, к своим людям, которые живут вместе с нами, то есть и те, кто богатые, и те, кто при власти, мы их имена помним и произносим, и даже как-то стараемся показать... Отчеством. Да, да, что и мы вот к ним как-то, вот с ним знакомы, и они нам, так сказать, привечают нас, к нам тоже хорошо относятся, а к бедным мы относимся, ну да, ну живет там кто-то, ну да, да, ну там бомж или еще что-то, даже как его зовут, даже и не слыхать, и не знаю, ну, вот и помер, вот вроде как так же, вроде как незаметно его жизнь и прошла. А Господь все наоборот делает, то есть он Лазаря, как сейчас называют таких людей, бомжами, да, вот он этого Лазаря без определенного места жительства, да, без возможности даже вылечиться, потому что он ведь был в струпьях, без каких-то средств к существованию он называет по имени, а вот этого богача при власти, при сане, при богатстве, он даже не хочет называть его имени, как так же он не называл имени, например, Ирода, царя на тот момент. Да, Лисица, скажите Лисица. Да, скажите, передайте этой Лисице, то есть он даже имени не называет грешников, а вот праведников имена он называет и Авраама, и вот Лазаря, и эти имена, как сказано в других местах Евангелия, вписаны в книги жизни. Вот к чему надо стремиться, то есть имена праведников вписаны в книги жизни, а имена грешников не помянутся пред лицем Божиим. Здесь это мы тоже ярко видим, и это тоже один из таких законов, который в этом месте Евангелия нам открывается. Удивительно, то есть мы должны оценивать все-таки человеческую жизнь не по внешним признакам, а по внутреннему устроению души человеческой. Имя Лазарь, оно как-то имеет какое-то значение? Да, это, ну как и любое имя, оно несет какие-то свои смысловые нагрузки, но это Елеазар, если полное имя сказать, а в переводе это Бог помощи. То есть единственное, на что уповал Лазарь, не на богатых, не на каких-то родственников, не на каких-то там, как сейчас называют, социальные службы, тогда их и не было. Он только на Бога уповал, собственно, и в этом пребывал до скончания своей жизни. И Господь его как-то пропитывал и давал какой-то кров, какой-то минимальный над головой, чтобы он жил, ну хоть как-то с минимальными условиями жизни, но существовал. Ну то есть не каждый, да, бомж, как мы сейчас говорим, попадет на лон Авраамова? Ну да, естественно, есть же люди, которые попали в эту ситуацию по своим грехам. Хотя и Лазарь, я тоже по грехам мог в эту ситуацию попасть. Но, ну, по крайней мере, по своей, так сказать, деятельности, рододеятельности я знал много бездомных, особенно когда в мытищах, там по 200 человек в день кормили при храме. И историю некоторых жизней этих людей я знал, так сказать, из их слов. Кто-то после тюрьмы, кто-то после алкогольной зависимости, кто-то там с наркоманией был связан, кто-то воришкой был. То есть многие люди потеряли вот все свое имущество и кров над головой, и возможности, так сказать, зарабатывать деньги, и семью она от них отвернулась, потому что они вели порочный образ жизни. И в итоге пришли вот к такому существованию, такому, ну, животному существованию фактически. Ну, как и Лазарь, он вместе с псами жил в одном месте. То есть псы, единственное, кто ему милосердие проявлял, это псы, которые, наверное, пытались как-то ему помочь по божьему промыслу, и зализывали его раны, текущие гноем и кровью. То есть они его так пытались подлечить, наверное. А вот крошки, это псам бросали, что ли, да? Какие он пытался крошки-то там дождаться? Ну, скорее всего, на тот момент слуги, которые убирали со стола хозяина, они эти объедки бросали и псам, и в том числе и Лазарю что-то доставалось. То есть он кушал вместе с собаками на улице. А струпье-то что такое? А струпье-то, когда рана не заживает и постоянно источает гной. И вот этот высохший гной, он как бы такими корочкой покрывает эту рану. И вот этих струпьев, этих корочек, все тело было покрыто у Лазаря. То есть это слово «труп», наверное, это отмирающее что-то? Да, труп, то есть омертвевшие ткани, можно так сказать, телесные ткани, омертвевшие от каких-то ран, болезней и прочего. И что же все-таки Лазаря отличало? И на самом деле, многие даже, знаешь, и у вас в монастыре, и иногда так задумываешься, ведь это же надо тоже что-то такое служить, чтобы оказаться даже на старости лет в монастыре, в храме. Это же нужно что-то, наверное, внутреннее. Чем отличался Лазарь и те люди, которые все-таки с Богом уже, от тех, кто бомжи. В коллекторах живущих, в теплотрассах. Но, конечно же, отличались они верой. То есть те, кто веровали, они все-таки приходили в храм Божий и молились, и даже причащались. То есть осознавали свою грешность? Да, и они свои грехи исповедовали, то есть как-то все-таки стремились к какой-то чистоте. То есть у меня перед глазами несколько таких человек, вот из бомжей просто, и так один из них умер. От туберкулеза неизлечимого. Но он исповедался, причастился, даже съездил в Дивеево в поездку. Он очень просил, зная уже о том, что у него болезни, и рак там, и что там, ну там набор просто был болезней. Такие люди, они собирают на себе болезни огромное количество в течение всей своей греховной жизни. Но в конце жизни вот некоторые из них каются и становятся очень добрыми, чистыми, внутренне духовными людьми. Вот я таких знал именно из бомжей, которые в Матищах, в храме Владимирской церкви, или в Пантелеймонном храме приходили ко мне. И я вот с ними лично общался, беседовал, в том числе и причащал. То есть, наверное, осознание своей греховности, да, как мы даже дальше видим, когда богач, он уже оказался даже в том же аду, да, и все равно он не сказал, что да, я виноват, а он начал жаловаться, что вот такая вот у него жизнь. Ну, фактически, да. Мы видим, что Лазарь-то он не роптал, не осуждал богача за его жадность. Что ведь богачу было накормить, одеть и подлечить Лазарь. Ну, это просто для него, ну, как сейчас говорят, карманные деньги, то есть копейки какие-то были, чтобы это сделать все. И никаких проблем для него это не составляло. Но он даже не обращал внимания, он презирал Лазаря, то есть он даже не общался с ним. Хотя, как мы видим, он знал его имя-то, да? Знал и имя, знал, что и как там он там, где он находится, что он здесь вот рядом с его воротами, его дома лежит. Но это было выше его достоинства общаться с бомжом. Вот это мы видим по всему, так сказать, контексту, да, евангельскому. И вот посмотрите, к чему привело его это вот гордость и презрение к бедным. То есть отсутствие милосердия, отсутствие любви, отсутствие покаяния даже своего. Он даже не покаялся. В аду уже покаяться невозможно, но и там мы видим его подход к Лазарю с таким же презрением. Он говорит Аврааму, потому что понимает, что от Авраама, может быть, зависит его судьба. Он к Аврааму обращается. Пошли вот это вот Лазарь. Пусть бегает, да. Да, сбегает, там быстренько в ад придет, меня тут омочит, так сказать, перст воды и остудит мне язык. Он не задумывается, что Лазарь в воду-то ему тоже будет плоховато. Ну, это все равно, что сходи в печку и кому-то там помоги. Понимаете, то есть он не задумывался даже о ощущениях Лазаря в аду. Он будет ведь мучиться там вместе с ним, когда он его там будет навещать. Нет, он говорит Аврааму, повели ему, пускай сходит в ад. Помучается вместе со мной, но мне хоть легче станет. То есть даже и здесь мы видим отсутствие любви, отсутствие милосердия к этому Лазарю. И то же самое презрение. То есть он не Лазаря просит. Он говорит, ты вот, ну ты тут, так сказать, за главного, да, можно так перефразировать. Ты за главного, Авраам, ты повели Лазарю. Он тебя послушает. И в этом видится его гордостное устроение души. Ни покаяния, ни каких-то других чувств таких духовных в нем нет. И это его подписал приговор. То есть не само, да, богатство. Потому что Господь нигде не говорит, да, что не спасется богатым. Он говорит, трудно войти богатому. Да, да. Но нет такого, что... Ведь Авраам тоже когда-то был тоже богатый. Но мы знаем много богатых людей, которые Богу угодили своей жизнью. Тот же Авраам, он был очень богат. У него были большие стада. Тот же Иов многострадальный. У него было много детей и много стад. Потом это все... Сатана забрал, но потом Господь опять все это вернул. И он опять был богат. И он угодил Богу праведностью своей. Тот же, ну, если из боли, то это Иосиф Аримофейский, который взял тело Христово и омыл его миром. Там масса с алоэм смешанная. Да, это же 100 литров. Это огромная сумма стоила на те времена. Это все. Никодим, князь жидовский, который приходил также... Ночами. Да, Господу и учился у него, и спрашивал, задал вопросы, которые также участвовали в дальнейшем погребении Господа тела его. То есть мы видим, богатых-то много. Закхей Матарь, который, ну, представляете, вот сейчас, начальник налоговой службы города. Если вот Закхей взять, то это был начальник налоговиков Иерихона. Город Иерихон. То есть у него под началом все были налоговые службы. Я думаю, он был богат, как минимум. А то и очень богат. Но, тем не менее, и он Господу угодил. То есть много богатых, которым Господь благоволил и помогал, и они спаслись. Но здесь надо понять, что же, собственно, вменяется богатому во грех, неугодный Богу. Богатый человек тот, который уповает на богатство и делает из него идола. Из своих денег, из золота, из своих власти, добытой через деньги, через богатство. Причем эти деньги же тоже дает Господь. Конечно же. А Он это присваивает себе. И вот это как раз грех. То есть, если разумный и богатый человек, он понимает, что ему дано это во временное пользование, и его заслуги тут особо и нет. Просто Господь по каким-то молитвам, может быть, его родственников, близких, может быть, еще по какому-то промыслу Божьему, дал ему это богатство. И он этим богатством пользуется временно для пользы своей семьи, для пользы окружающих людей, для пользы, может быть, и дел милосердия других людей. И тогда этот богатый, это богатство себе на пользу использует. Как один из духовных людей сказал, что если бы богатые знали, какая у них возможность построить себе дачу, виллу, дворец в Царстве Небесном, они бы этим воспользовались. А так они здесь строят виллы дачи, которые достанутся, неизвестно кому достанутся еще, там их родственники еще передерутся за наследство это все. А вот в Царство Небесное они и не попадут даже, в аду будут мучиться, никакой виллы там нет, у них не будет. А они могли бы за свое богатство здесь уже построить себе виллу в том мире, в Царстве Небесном. Было бы только, так сказать, желание, а средства у них есть. Как даже написано, да, похоронили. Вот нищего не похоронили, а написано, что богача похоронили, нужно представить, да, как все это торжественно, наверное, какой там дорогой гров все это было. Ну да, скажем так, что умер Лазарь и похоронили богатого. То есть Лазарь умер, но не говорит, что его похоронили. Почему? Потому что, ну, может быть, его просто оттащили в одно из ущелья и бросили туда тело, и все. Даже не захоранивали, уж точно никто никаких памятников, могилов там. Очень, наверное, думали, кто этим вообще займется. Да, куда деть тело это? Вот оно здесь полежит, а Иерусалим это же все-таки южный, да, такой город южный. И там очень жарко летом, там очень быстро разлагается тело. Если мы другого Лазаря помним, что за 4 дня он уже смердел, да, в пещере лежа. И тоже Лазарь, тоже бог помощь, да? Тоже Лазарь, да, тоже бог помощь. Так вот, здесь проблема у городских служб была, куда это, так сказать, ну, для них это мусор просто. Вот тело этого бомжа, мусор, куда его деть-то? Поэтому, скорее всего, просто оттащили куда-то и бросили в одно из ущельей рядом, даже не закапывая. А вот богача, ведь тогда был такой ритуал захоронения в пещерах, потому что там горы, там камень, там нету почвы, как у нас здесь. Здесь мы можем на 2 метра выкопать могилу и туда захоронить. А там невозможно, там и на полметра даже выкопать, там камень сразу начинается. Поэтому выдолбывали пещеры и туда клали тела людей и приваливали большим камнем. Платовщиков, наверное, приглашали. Обязательно это была целая церемония, обязательно там омытие всякими благовонными маслами, обязательно в дорогую ткань тело умершего укрывалось, обязательно в церемонии там священник присутствовал. То есть там целая церемония такая была выстроена. И, конечно же, какой-то поминальный стол был накрыт. То есть это, ну, такое событие для города, да, умер и был похоронен, да, вот. Никто не догадывал, что время натворилось его душой, да? А он в этот момент в аду мучился, пока эти, так сказать, приглашенные плакальщицы, священники, там и родственники кушали за столом... Вспоминали добрыми словами. Да, да, его хвалили и, так сказать, кушали что-то вкусненькое. Он в этот момент уже в аду мучился, был мучим огнем гиенским. Вот чего. И что толку тогда от этих похорон? Только напыщенность, только такое вот тщеславие. То есть все вообще по-другому у Господа. Совершенно не тот вообще подход, вообще не тот. То есть вот этот плотской подход, что здесь даже смерть надо превратить в такой театр с одним актером умершим, а все остальные будут подыгрывать ему, этому трупу. Ну, вот для Бога это не угодно совершенно. А пока вот мы далеко не ушли, да, вот сейчас в субботу грядет Димитриевская родительская суббота. Вот, что важно в этот день? Тоже ведь наверняка там кто-то поминает, как у нас принято поминать там наклады, потом посидеть за столами, что важно? Ну, это древнейшее, конечно, уже у нас испокон века идет поминовение в этот день. Это воспоминание Куликовской битвы, всех погибших на ней, воинов. И в дальнейшем сюда и добавлялись, конечно, молитвы уже за умерших родителей, сродников. И так вот из поколения в поколение оно вошло в традицию, что мы Дмитриевскую родительскую субботу служим панихиды, служим за упокойную литургию в храме. И, конечно же, всякий, кто верующий человек, он должен, конечно же, прийти, помолиться вместе со священником о упокоении душ усопших своих сродников и близких. Ну и воинов, и от Куликовской битвы, так сказать. Дмитриевская почему? Ну, потому что это Дмитрий Донской, так сказать, первым, кто отслужил, это его было установление, служить в память о Куликовской битве, но и в память о Дмитрии Солунском, потому что память этого святого празднуется в воскресенье. Вот, поэтому здесь мы вспоминаем и Дмитрия Донского, и Куликовскую битву, и Дмитрия Солунского. То есть важно все-таки именно не внешние обряды, да, какие-то там мирские, сходить на кладбище, например, да, а именно о душе помолиться. Дело в том, что на кладбище прийти, ну, большого смысла нет, там тело уже разложившееся, истлевшее. А души-то там умершего человека нет, она находится в другом месте. И добраться до этой души можно только через храм, можно так вот перефразировать. То есть через кладбище к этой душе не доберешься особо. А вот через храм, через поминовения, через записочки о упокоении, через проскомидию, через панихиду, через священнические молитвы, вот этой душе мы можем принести пользу, добро, проявить к ней милосердие, если она тем более в аду находится. То есть если вот Лазарь не мог прийти к этому богачу и, так сказать, как-то утешить тот пламень, которым был, обжигался этот богач в аду, то мы своими молитвами и своей бескровной жертвой на проскомидии, мы можем утешить то страдание душ человеческих, наших родственников, которые попали в ад по своему неразумию и отсутствию покаяния. То есть через поминовение в храме мы можем им помочь. То есть они находятся сейчас, души умерших до второго пришествия Господа, да? То есть они находятся в каком-то временном таком месте пребывания? Да, над ними был совершен временный суд, частный суд, который по их кончине... На 40-й день, да? ...называется мытарство, да, проходили они. И на 40-й день им было объявлено то место, где они будут жить до страшного суда, где будут подведены все итоги, окончательные итоги жизни всего человечества, в том числе и этих умерших людей. Ну, а почему, так сказать, отложено такое? То есть в этом тоже есть милосердие Божие, потому что до страшного суда мы можем вымолить их. Если бы сейчас был бы временный суд окончательным и бесповоротным, то мы бы не смогли их вымолить. А так у нас, живущих на земле, есть время для того, чтобы вымолить души этих людей, грехи с них снять, своими молитвами за них и милостыню за них. И таким образом изменить их вечную судьбу. То есть на страшном суде им Господь вменит наши молитвы, нашу милостыню в доброе дело и простит им многие согрешения. Таким образом, может быть, они еще и не попадут в ад. То есть они сейчас надеются на нас, умершие люди, что мы им дадим протянуть, так сказать, руку помощи и спасем их из адских обителей, из которых сами они уже выйти не смогут. Что вообще есть смерть? Смерть – это таинственное очень такое действие, через которое каждый из нас будет проходить рано или поздно, если сам Господь через него прошел, и Матерь Божия прошла через это такое таинство, когда тело разлучается с душой. Когда, казалось бы, цельный человек, вот есть душа и тело, у нас слитно живут в течение многих лет, десятилетий земной жизни, и вдруг по повелению Божьей, вдруг душа изымается из тела, и тело просто обсыпается, ну как вот, если человек одежду снимает, то одежда просто в кучку тряпочек превращается, а человек идет дальше. Так и здесь душа выходит из тела, и тело, как одежда, обсыпается, истлевает, а душа человеческая попадает в тот мир, который, собственно, и предназначен для ее дальнейшей жизни, существования, причем в вечности. Здесь-то мы временно, а там уже вечно, и там уже выхода не будет никакого. То есть вот куда попал, там и будешь жить. И поэтому смерть – это такой самый сложный из экзаменов человеческих, который мы можем только вообще придумать в этой жизни. Это единственный важнейший для нас экзамен, который нам надо не завалить. Обязательный. Да, обязательный для всех, и надо к нему подготовиться. Если мы к этому экзамену будем не подготовлены и завалим, то мы будем в вечности потом расплачиваться за свое легкомыслие такое. Да, из притчи мы также видим влияние ангелов и демонов. Ну, конечно же, здесь прям ярко сказано, что вот и ангелы взяли Лазаря, вознесли на Лона Аврамова. Конечно же, сам человек не имеет возможности ориентироваться, передвигаться, или перелетать из этого мира в другой, то есть он еще, ну, как младенец, вот когда он только родился из утрового материнского, он ходить не может, он там кушать сам не может, он ничего не может, не говорить, не ориентироваться. Вот так каждая душа, которая рождается в тот мир, выходит из этого мира, она рождается автоматически в том мире, ее сопровождают ангелы, потому что иначе бы они, всякий человек, попавший в тот мир, он был бы совершенно растерян и напуган, и не понимал вообще, что делать дальше. Поэтому ангелы берут, и души их возводят. Ангелы-хранители есть у каждого, то есть он обязательно, да, участвует? Да, да, да. Каждый человек, крещеный человек, имеет ангела-хранителя, но в момент смерти еще второй ангел, сопровождающий ангел, дается умершей христианской душе. А может еще больше быть? Ну, если во святых будем, то тогда сон ангелов будет нас сопровождать. Но это нужно заслужить подвигами духовной жизни. Если мы никаких подвигов не полагаем в своей жизни, то вот два ангела точно нас будут. Это то, что мы даже не заслужили, а наши родители, покрестив нас, они дали нам эту вот возможность двух ангелов встретить по нашей кончине. Но, к сожалению, многих, кто, так сказать, не идет, так сказать, путем веры, скажу так, что если человек крещеный умирает, но был не готов к переходу в вечность, то есть он не исповедовался, не причащался, не делал добрых дел, наоборот, грешил и не покаялся в этом, то ангелы, эти два ангела, отходят от такой души, он видит их, они как бы встречают, но бесы отнимают эту душу у ангелов, потому что говорят, что он наш, он никогда Богу не служил, он никогда добрых дел не делал, он ничего не делал. И если у ангелов ничего возразить не будет, то есть какие-то доказательства привести, что нет, он делал добрые дела, то-то, 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 то бесы отнимают эту душу, и тогда душа умершего человека попадает уже в руки падших ангелов. А может, и сам человек тоже откажется? Вот, например, взять на сегодняшний момент, да, кому нужен, например, кто не ходит там в храм, ему не нужен ни Господь не нужен, ему не нужен ангел. Каким образом после смерти вдруг ему все понадобится? Поверьте мне, там всем это все понадобится, потому что неверующий сейчас человек в момент кончины, когда он выходит из тела, он видит светлые, красивейшие лики ангелов, хранителя своего и встречающего ангела сопровождающего, и страшные бесовские лики. И уж поверьте мне, верующий он или неверующий, он явно не захочет к бесам, и явно захочет вот к этим добрым, светлым ангелам. Даже если он неверующий, даже если он не ходил в церковь, не молился, но он крещеный, он явно захочет быть с ангелами, а не с бесами. Это, знаете, как я однажды разговаривал с молодым человеком, который говорил, а я вот сатанист. Я говорю, ну ты понимаешь, ты сам выбираешь себе мучения. Да нет, мне там человек этот совершенно в безумии своем говорил такие вещи, которые, ну, умиляют, да, если не говорить расстраивают, да, такие вот они по глупости своей фантастические. Нет, мне там вот, я сейчас заслужу у бесов благоволение, они мне там хорошее место пристроят в аду. Это страшные игры, заигрывания. В аду, да, пристроят. Я говорю, ну, хорошо, если ты так любишь хорошие места в аду, вот, а я имел с собой всегда, ну, чемодан, в чемодане у меня были все необходимые принадлежности для освещения квартиры, в том числе кождение совершать, то есть уголечек, ладан, зажигалка. Я говорю, ну, да, я сейчас зажигалку зажгу и тебе пальчик подогрею просто. Это только малая часть твоего тела будет ощущать тот теплое место, которое тебе уготовано с бесами. Тебе же будет больно? Да, будет больно. Но здесь я говорю, только тебе мизинчик зажигалкой подогрею, а там все тело твое будет в огне гореть вместе с бесами. От этого тебе будет не легче, а хуже будет. И говорить, что они тебе там хорошее место обретут, ну, это такая ахинея, такое безумие, которое просто даже, ну, невыразимое безумие. То есть человек сам выбирает себе адские мучения под каким-то красивым предлогом. Но эти красивые предлоги, соответственно, дают бесы людям, да? Бесы, да, их им обманывают, внушают, да нет, там все замечательно будет, все хорошо. Ведь без Бога так хорошо. Да и Бог есть жизнь. Как только мы отказываемся от Бога, мы становимся мертвыми. Если тебе нравится быть мертвым, а умереть ты никогда не сможешь, потому что Господь тебя сотворил вечно живущим, то ты будешь вечно умирать. Будешь вечно жить и вечно умирать. И вот это мучение будет длиться в вечность. Потому что ты, с одной стороны, ты отказался от жизни, от Бога, а с другой стороны, ты не можешь умереть. Поэтому ты будешь вечно умирать в огне или в червях, или там еще в каких-то других вещах. То есть ты будешь умирать вечно. Вот чего люди выбирают себе безумие. Есть такая даже уловка у бесов, да? Когда человек живет под его влиянием, то он его особо не трогает. Все у него вроде как все хорошо, как будто бы. Но когда человек захочет, например, в тот же храм пойти, обязательно происходят какие-то препятствия. А то машина сломается. Человек начинает думать, так, раз я в храм собрался, со мной что-то произошло, я больше туда не пойду. Соответственно, то есть когда человек начинает как раз к Богу уйти, и тут начинаются препятствия бесовские. Палки в колес, конечно, да, будут вставлять бесы. Потому что, ну, зачем бить своего раба? Он и так твой раб. Он и так тебе полностью принадлежит. Чего на него нападать-то? Он уже твое имущество. То есть бесовский раб, раб бесов. Если человек вдруг начинает вырываться из лап бесовских и стараться прийти к Богу, тогда бесы начинают бить своего раба, пока этот раб не станет рабом Божьим. Тогда Господь его начинает защищать. И тогда бесы к нему уже приблизиться не смогут. То есть он переломит этот момент. Да, но на первом этапе, когда он, будучи рабом бесов и страстей своих, начинает от них выдираться, начинает от них просто освобождаться, конечно, им предстоит борьба. Никакого тут, как бы ничего тут нового нет. Это вполне естественно. И поэтому здесь надо будет потерпеть и все-таки настоятельность своем, и прийти к Богу. Тогда Господь вас примет и будет защищать. Откуда мучения, когда Господь есть любовь? Дело в том, что Бог, Он не только любовь, Он и правосудие одновременно. Бог, насколько милосерд, настолько и правосуден. И как разделить? Вот Он любит нас, но Он также и правду любит. Он также любит и чистоту, и милосердие, и прочие добродетели. А если их в нас нет, то тогда как же это совместить? Как Господь может делать добро тому, кто не делает добра? Есть такая фраза в Евангелии. Какой мере ты меряешь, такой мере тебе и отмеряется. Это закон жизни, от которого никто еще не убегал, никуда не спрятался. Поэтому если человек хочет, чтобы Господь к нему дал ему добро и какие-то свои знаки любви, то есть сам человек такой должен также делать добро и проявлять свою любовь к другим. Это первое. Второе есть, ну вот представьте, если Господь, Его называют еще солнцеправды. То есть Он настолько ярок в своем существе. То есть Господь благодать изливает на всех, да, получается? Ну как солнце, изливает на всех тепло и свет. Так Господь изливает свою благодать на всех без исключения. И эта благодать и свет, правда Его, настолько ярок, что вот мы читаем в Евангелии о Фаворе, когда Господь преобразился и показал свое истинное лицо трем апостолам, они в ужасе попадали, закрыли глаза, потому что они ослепли от этого света, исходящего от Господа Иисуса Христа. И представьте, что перед этим светом предстоит каждому из нас предстать. А если человек в течение всей своей жизни не любил свет, а наоборот, все скрывал, все вот любил в таком сумраке быть, правды не хотел, всегда обманывал. Как Адам бежал сначала от Господа, да? Где-то, да? Да, да, он прятался от Господа, он не хотел предстать перед его светлым ликом. Вот здесь можно аналогию такой, знаете, как есть растение тельнелюбивое, а есть растение светолюбивое. Вот если из тени взять растение тельнелюбивое и постоять на солнце, оно просто погибает. То есть солнце ему не добро делает, а наоборот сжигает это растение. Также если растение светолюбивое поместить в темноту, оно тоже погибает, потому что ему света не хватает. Вот так если праведник будет без Бога, он погибает. Так же и грешник, если он будет с Богом, он обжигается этой лучами его славы и его божественным благодатью, изливающейся от него. Она и для него не добро несет, а ожоги. И эти ожоги как раз испытывают грешники. Поэтому здесь в нашей воле и в нашем жительстве на земле нужно стать из тенелюбивого светолюбивым, чтобы мы свое естество перестроили от естества греховного, которое передано нам по наследству, любящего тьму, в естество перестроить равноангельское, любящий свет. И тогда мы будем жить с Богом и наслаждаться этим светом и благодатью от Бога исходящей. А не будучи, будем ими обжигаться. Что нужно сделать человеку для того, чтобы стать светолюбивым? Мы должны, если так по-мирски сказать, тренироваться. То есть мы должны уже здесь, в этом мире, потому что потом уже будет поздно, свое естество изменять. Изменять трудом, изменять молитвами, помощи Божией, безусловно, причастием. Потому что когда мы принимаем в себя тело и кровь Христовы, мы уже привыкаем к Господу, к Его естеству. Мы в себя вбираем частичку тела и крови Христовой, и они нас изнутри освещают и обогревают. И мы уже преобразуемся в другое естество, равноангельское, через причастие, через таинство исповеди, через другие таинства, соборов и прочего. Мы изменяем свое естество. А если мы еще добрые дела творим, то и это тоже наше естество изменяется из злолюбивого в добролюбивое. Но как спортсмен, он же не всегда был спортсменом с накачанными мышцами. Он пришел обычным человеком с слабенькими немощными мышцами, но его тренировали, и он изменил свое естество и стал чемпионом. Вот так и мы должны из одного естества греховного перейти в другое естество, добродетельное, безгрешное, с помощью Божьей, конечно. Тогда мы спокойно входим в тот мир, духовный, в Царство Небесное. Если мы этого не сделаем в течение этой жизни, то потом уже все, там уже, извините, подведение итогов, и уже поздно чего-то изменять. Есть даже такая поговорка, что привычка – это вторая натура. Вот надо свою натуру с помощью привычки к добрым делам, к молитве, к посещению храма, к причастию, с помощью этих привычек свое естество надо изменить. Если мы это сделаем, мы подготовимся к тому самому экзамену смерти и войдем в светлый мир. Если мы не изменимся, то мы, будучи рождены греховными, мы пойдем в греховный мир, то есть в ад. Вот что страшно. И даже в конце этой притчи, да, Абрам, он сказал всем, да, он сказал и богачу, и всем нам, что каким образом, чтобы слушали Моисея и пророков. То есть все для нас написано вот в Священном Писании. Да, мы здесь читаем, что вот этот богач попросил послать опять же Лазаря. Абрам, пошли опять же Лазаря, ну вот как к слугу, к моим братьям, да, чтобы они-то хоть сюда не попали. Абрам сказал, ну, они же верующие, по крайней мере, должны быть верующими, как весь народ израильский должен был быть верующим. И они имеют Писание от Моисея, от пророков, то есть тот самый Ветхий Завет, который и мы имеем. Но мы еще и Новый Завет имеем, который сейчас разбираем. Ну, пускай они опираются на Ветхий Завет и таким образом спасутся. Зачем им Лазарь-то? Но богач сказал, да нет, они вот так не спасутся, а вот если они увидят кого-то воскресшим, вот тогда да, тогда они изменятся и будут слушаться и Моисея, и пророков. На что Авраам ему сказал, ну, если они Моисея и пророков не слушают, то даже если кто-то и воскреснет, они его тоже точно не послушают. И последующая история подтверждала тому. И, конечно же, и не только последующая, и перед этим, ведь апостолы были свидетелями, когда Господь воскресил сына Наинской вдовы. При огромном стечении народа юношу уже несли на кладбище закапывать, могилку, да. Господь остановил процессию и взял юношу за руку, он все, он встал и воскрес. Он же также воскресил дочь Иаира, священника Иаира, значит, начальника синагоги. Он Лазарь четверодневно воскресил, он сам воскрес, в конце концов. Поэтому, конечно же, вот эти все воскрешения, их, ну, как минимум, вот сколько я сейчас, четыре, да, насчитали мы, они никак не подействовали ни на первосвященников, ни на фарисеев, ни на саддукеев, ни на Ирода, ни на Каяфу, ни на кого они не подействовали, то есть они все по-прежнему остались неверующими. И ни Моисей пророк, ни другие пророки, им были, так сказать, не указ. Они жили по своим взглядам, по своей воле. И пошли в ад. Один из главных героев этой, да, притчи, Авраам. Почему именно он? Кто это? И Лон Авраамов что такое? Авраам – это ветхозаветный патриарх народа израильского, то есть это тот, от которого Господь произвел весь народ израильский с огромным количеством людей. да, и от него, у него был сын Исаак, был внук Иаков, причем Авраам, он жил в начале своего, так сказать, существования, он жил в Месопотамии, как сейчас это называется, да, Иран, Ирак. А потом Господь ему повелел переселиться в Палестину, в землю Ханаанскую, как написано в Библии. И Авраам, будучи верующим, он послушался Господа и пошел туда, то есть собрал все свое имущество, взял всех своих родственников и пошел, вот, ну, как мы сейчас сможем сказать, куда глаза глядят, да, в неизвестности. где будет жить, на что будет жить, что там есть, во что одеваться, то есть неизвестно, но Господь ему сказал, иди туда, и он по вере Господу, он пошел туда. Почему Господь его избрал? Потому что Авраам был, наверное, единственным на тот момент человеком, кто верил в единого Бога. Все остальные были язычниками, многобожниками, и поклонялись бесам. А Авраам поклонялся истинному Богу, единому, и поэтому Господь его избрал. Кроме того, он был благочестив, милосерден, странно любив, то есть, это его просто было одно из любимых занятий, это принимать странников в свой дом, накормить, напоить, отдохнуть, дать им. Собственно, так ему явилась Святая Троица при Дубе Мамрисском, когда три ангела, Бог в лице трех ангелов посетил его. Как раз вот у нас, да, есть? Да, вот именно эта икона как раз свидетельствует о тех самых трех ангелах, посетивших Авраама. Причем остатки этого дуба, то есть пенечек его, он и сейчас стоит на том же месте, где, собственно, было некое жилище Авраама, его можно посетить, паломникам приложиться к нему, к эту дубу Авраамскому, Мамрисскому, и, соответственно, после этого у них, родил после посещения ангелов, им было, они возвестили, что через год Сара родит тебе сына, и так оно и случилось, и это был Исаак. Но удивительно, что Господь проверял его все-таки веру, и такая вот твердая уверенность, упование на Бога, и он сказал, что возьми своего сына малолетнего, поднимись на гору моря, а это гора, где сейчас стоит мечеть мусульманской в Иерусалиме, а раньше там стоял как раз храм Соломона на этом месте. И, то есть, на этом месте Авраам принес жертву, сначала Господь ему сказал принести в жертву своего сына. Когда он туда пришел и уже замахнулся с ножом на сына, чтобы его принести в жертву, ангел остановил его руку, и был тут же ягненочек обнаружен, которого они вместе с сыном принесли в жертву. Эта вера людям, наверное, не очень будет понятна. Она непонятна совершенно, но в этой вере мы видим прообраз того, что сделал Бог Отец, послав на жертву своего сына, возлюбленного, Господа Иисуса Христа. Как мы слышим во время крещения Господа на Иордане, голос с неба, сам Бог Отец говорит, «Сей есть сын мой возлюбленный, его послушайте, о нем благоволю». Так вот, своего возлюбленного сына Бог Отец послал на смерть сюда, к людям, в жертву за наши грехи. Собственно, Авраам поэтому и был таким же прообразователем вот этого божественного сына Божия в Исааке. Это, так сказать, и произошло. Вот такие удивительные пересечения и аналогии. Конечно же, много было перипетий в дальнейшем, потом Исаак, Иаков и Патриархов 12 родилось уже, от них уже народ израильский произошел, было переселение в Египет, потом в Палестину Моисей вывел их. То есть, множество исторических событий произошло, прежде чем был построен храм Соломона царем Давидом и в этот храм уже пришел сам Господь Иисус Христос. А вот Лона Аврамова что это? Ну, Лона Аврамова это вот грудь, то есть, которая прижимает, когда обнимает человека своего доброго друга. Вот на Лоне Аврамова, как мы читаем, когда любимый ученик Господа Иисуса Христа Иоанн Богослов также на Лоне его лежал на Тайной Вечере и спрашивал, кто же предающий Тебя, Господи. то есть, ну, где сердце, там и душа человеческая находится. Вот, можно сказать, что Лона Аврамова это то место, где Аврам собирает своих близких и, соответственно, с ними вечеряет, то есть, вот, собирает с ними, как со своими самыми близкими, родными людьми общение ведет и жизнь. У нас осталось всего три минуты. Пожалуйста, заключительное слово, да, вот к сегодняшней передаче и несколько слов, мы, наверное, о празднике Казанской иконы 4 ноября. Ну, что тут можно сказать по сегодняшнему Евангелию? Конечно же, постарайтесь быть разумными и милосердными и угодить Богу, как угодил Лазарь, потому что он угодил Богу терпением, упованием на Бога и отсутствием ропота. Вот если мы будем терпеть, уповать и не роптать и никого не осуждать, мы также угодим Господу, Господь нас также возьмет. И жить с Богом. Ну, конечно же, без Бога это невозможно. И таким образом мы угодим Господу, Господь нас возьмет к себе. И не уподобляйтесь тому безумному богачу, который всю свою жизнь растратил на богатство, на пьянки, на какие-то увеселения, одежды и прочее, и прочее, и прочее. То, что нам совсем не приносит добра и пользы. То есть это вообще жизнь не для такой, не для радости? Это, ну, как в нашем земном понимании, это супер радость, это ездить на Канары, это иметь виллу, это иметь какие-то дачи и прочее, прочее, там красивые одежды, или ролик с какой-нибудь на руке носить. Но это все фикция, это все обманка бесовская, которая ведет человека в ад. И в вечности человек этого ничего иметь не будет, здесь он этим временно побалуется этими игрушечками, а потом пойдет в ад. Поэтому будьте разумны, все-таки старайтесь терпением и верою создавать свое будущее благочестивое жительство здесь и там, в Царстве Небесном. И полтора минуты, несколько слов о празднике Казанская икона. Казанская икона, Божьей Матери, мы все ей поклоняемся, это та икона, которая всегда сопровождала наши войска во время всех наших побед на поле брани. Это та икона, которая является покровительницей семьи, та икона, которая явилась в городе Казани. Девочки на пепелище, она, Матери Божьей, явилась, сказала, копай вот здесь и обретешь иконочку. Ей не поверили, потом поверили и с епископом эта икона была обретена и приносила множество чудес нашей Святой Руси. Да, самая популярная икона и надо ее тоже нам почитать все. Да, конечно же, прийти, помолиться ей в ее праздник. это будет божестная литургия как раз в пятницу, да? Да, в пятницу это будет праздник в 9 утра начала службы. Да, но в других храмах в свое время тоже, да? Да, конечно. Благодарю вас, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания.